собрался сделать еще один щипокол некоторое время назад я делал щипокол мне он очень нравится я постоянно пользуюсь но одна знакомая увидела мой щипокол в ролике и попросила сделать ей такой же но буду делать немножко другой сейчас по ходу дела расскажу почему но чтобы не утомлять долгим вступлением сразу покажу что с чего я начинаю их делу и так что у нас есть у нас топор не обращайте внимание на полосы это были замыслы для другого эксперимента буду просто использовать топор не говорите мне что я загубил топор потому что у меня их несколько и что мне их солить что ли мне не жалко использовать его для доброго дела сделать человеку щипокол так что такую вот пластину но из нее вырежу основание 2 стоечки из арматуры арматура рифленая десятка просто какая была надо будет немножко выпрямить вот загнул кольца прошлый раз я делал два кольца из арматуры теперь у меня арматуры не хватило вот это последнее что было весна ничего покупать не хочу использую то что есть вот загнул кольцо из арматуры и загнул кольцо из полоски полоска 30 на 2 или 30 нет 30 на 3 наверно поможет и 4 ну в общем вот такая полоска у меня будет ясно зачем это нужно на прошлом щипоколе я делал из двух арматуры два конца арматурных но тут у меня не хватило арматуры кольца загибал на своей оправке оправки для гибкий колец с помощью вилки и когда гнул кольцо из полоски то еще прижимал этим зажимом вещами вот такие исходные данные с этого будем начинать надо же что-то делать для начала надо подготовить все заготовки и еще зачистить чтобы были хорошие крепкие сварочные швы да еще вот этот кусочек сказал или нет квадратной трубы 40 на 40 наверно до 40 на 40 стенка толстая стенка наверно двойка или тройка специально такую беру чтобы она потом не расплющилась ну что начнем сначала я решил сделать кольцо почему решил сделать его в первую очередь потому что по кольцу я потом сделаю круглые основания соответственно сначала надо его отрезать сварить чтобы кольцо ровное получилось нужно отрезать той точки где ровно пересекаются и потом сварить используют для зажима эти вот плоскогубцы сварши потому что не хочу таскать тиски у меня же как видите кузница или мастерской нет есть просто сарайчик где все хранится и каждый раз чтобы что-то работать делать приходится все вытаскивать в планах есть построить кузницу сарай который будет использоваться как кузница прямо во дворе своего дома для своего хобби но пока ничего не построено пока все в планах поэтому вот в таких условиях но зато мои видео наглядно показывают что кто хочет тот захочет учиться и что-то мастерить с помощью ковки и сварки даже во дворе с наковальни под открытым небом и так сейчас буду резать кольцо отрезал кольцо подогнул здесь надо будет его немножко сжать и сварить но уже по этому кольцу я начертил чертилкой круг круг конечно сложнее вырезать чем квадрат ну как-то надо теперь будут тоже прижимать щипцами и отрезать пришлось еще струбцину подвести потому что большой болгаркой резал эти клещи не удерживаю ну вот вырезал немножко обточить чтобы поаккуровать было и основание готово вот что у меня получилось подготовил основание 2 моторинки кольцо удлинитель топора топор почистил снял фаски но правда потом покуда меня дошло что не везде надо было снимать фаски но тем не менее что сделал то сделал здесь тоже немножко фасочки снял а тут не стал снимать фаски потому как такая сварка все равно здесь все будет вниз стекать поэтому надо хорошо проварить просто ну что ж вроде все готовы это только кольцо еще не до конца обрезал потому что буду его по месту натягивать уже подгонять осталось собрать сварить первым делом приварю топор к его удлинителю чтобы можно было колоть длинные поле не на щепки использовать для сварки всей конструкции будут электроды они 1355 плазма это те же самые они 1355 но покрытие с добавлением железного порошка производитель плазма так я неоднократно делал обзоры и тестирование этих электродов если интересно смотрите на каналы на канале варит очень хорошо мне нравится так попробуем провалил с двух сторон с узких сторон здесь немножко образовалась пора я ее срезал балдах и здесь так как труба шире обуха немножко молотком большие щели по бокам сделала щели поменьше чтобы легче было их заварить ну вот теперь проварю на несколько проходов чтобы было крепко приварил не идеально конечно но думаю будет крепко может быть проблема в том чтобы хорошо завершать шов не всегда это хорошо получалось можно было бы обточить было бы красиво и незаметно всех косяков но хочется чтобы было крепко поэтому ничего обтачивать не буду тем более кто там в щипоколе будет рассматривать красоту швов ну вот пока так теперь следующий шаг приварка к основанию вот не знаю проварил на один проход как-то вроде неплохо получилось все может я не прав но чё-то мне кажется что мало мало на один проход хочется мне надо проварил на второй проход чтобы крепко было по ним уже стучать будут постоянно сейчас еще бывает проварил на второй раз на второй проход пусть пока отступает теперь надо заняться кольцом и стойками чтобы соединить зазор стянул кольцо проволочкой кольцо сварил стойки прихватил и надо их выровнять и уже крепко приварить и и и и и и и осталось приварить последнее кольцо для защиты и безопасности в общем вот такой получился у меня щипокол поясню теперь почему я делал именно такой с удлинением потому что меня попросили сделать для нормальных обычных дров вот примерно таких 45 50 сантиметров мой предыдущий щипокол был коротенький потому что у меня дрова для котла 25 сантиметров и и я думаю что на коротком он бы мог не докалывать до конца поэтому сделал вот с таким вот удлинением и сейчас мы его испытаем надо иметь ввиду что щипокол делается не для колки дров а для колки щепок потом мне кто-то в комментариях написал что я мол руками быстрее накалю тоже руками быстрее накалю на улице на пеньке а если например я нахожусь в помещении перед топкой или в бане когда мне нужно наколоть потоньше дрова то мне топором размахиваться и колотить пополу неудобно вот таким вот образом очень даже неплохо в общем как видите щипокол прошел первое испытание тестирование и отлично справляется со своей работой почему я сделал две стойки мне нравится когда возле не расходятся в эти стороны щепки и ничего и мне вот такая конструкция желаю всем успехов что вы можете сделать это что-то 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 Продолжение следует...